Рабочая неделя в администрации района стартовала с аппаратного совещания, которое задало тон в решении наболевших вопросов. Исполнение бюджета муниципалитета, работа систем водообеспечения и водоотведения и, наконец, ремонтные работы в культурно-досуговых учреждениях Славянского района. Об этом шел разговор на совещании. Его подробности в репортаже, открывающем выпуск новостей. Заместитель главы Славянского района, начальник финансового управления Валентина Пахарь рассказала о том, как был исполнен бюджет муниципального образования за первое полугодие 2019 года. За это время в консолидированный бюджет края было собрано свыше миллиарда 915 миллионов рублей или более 49% от годового плана. Район занимает седьмое место в ранжированной таблице края. Средний краевой показатель исполнения плана по краю 48%, у нас 49,2%. Темп поступлений доходов к аналогичному периоду 2018 года составил 119,5%. Средний краевой показатель 108%. Район занимает по темпу в ранжированной таблице края шестое место. Выходит, что славянцы в числе краевых лидеров по поступлению доходов, что красноречиво говорит об уровне развития экономики. А раз средства есть и они регулярно поступают, то и финансирование расходов бюджета производится своевременно и в полном объеме. Более 120 миллионов рублей получили поселения для обеспечения сбалансированности своих бюджетов. Из доклада заместителя главы славянского района, начальника управления жизнеобеспечения транспорта и связи Валерия Яценко, участники совещания узнали о том, что в большинстве населенных пунктов вода и скважин соответствуют всем нормативным требованиям. Благодаря работе по замене сетей водоснабжения водонапорных башен, оперативному устранению повреждений сетей удается обеспечивать славянцев водой. Вместе с тем успокаиваться не стоит. Износ сетей и сооружений в районе составляет 60%. Нужны новые очистные для питьевой воды в четырех населенных пунктах. Также нуждаются в реконструкции очистные канализационные сооружения. Глава славянского района Роман Сенеговский подчеркнул, что необходим хотя бы трехлетний план развития по строительству сооружений в этой сфере, что поможет добиться более четкой и беспроблемной организации работ. Если мы сегодня с вами будем видеть, что мы запланировали, мы же видим программу, что мы запланировали в 2021 году, в 2022 году, то есть даже на три года брать, не брать на пять лет. Мы спокойно с вами можем подготовить проекты, пройти экспертизу и сидеть ждать участия в открытых программах. Начальник управления культуры Галина Черноусова рассказала о том, как проходит ремонт в клубных учреждениях района. Большая часть работ уже завершена. В сельском доме культуры Кожевский произведен капитальный ремонт посада здания 348,5 тысяч рублей, заменен на вес под боковым входом здания 50 тысяч рублей в нашу школу и установлен новый дверной блок 30 тысяч рублей. В связи с домом культуры Забойский проведен частичный ремонт рубля на сумму 350 тысяч рублей. Городской дом культуры, ремонтированная комната, наконец-то у нас будет в порядке разведен частичный ремонт рубля. Кроме того, ремонтные работы проведены в социально-культурном центре Черноярковский, в Доме культуры Анастасиевский и в других учреждениях. Продолжается капитальный ремонт картинной галереи, детской художественной школы, известной как Дом купца Мазепы, издание отделения Петровской школы искусств в станице Черноярковской. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».